Вот сейчас, внимание, братцы, очень классная задачка, которая, между прочим, не просто поразвлекать вас, а встречается на Олимпиадах. У нас есть 17 лошадей. Ну, как гласит задача, у крестьянина было 17 лошадей, он умер и завещал своих 17 лошадей разделить на трех своих сыновей в такой пропорции. Итак, одна вторая старшему, одна третья среднему и одна девятая младшему. Как это сделать? В завещании было написано так, вот в такой пропорции поделить лошадей между своими сыновьями. Проблема только в том, что 17 это простое число и оно не делится ни на 2, ни на 3, ни на 9. Как нам взять одну вторую от 17? Не делится на 2. Как нам взять одну третью от 17? Не делится. Как нам взять одну девятую от 17? Не делится. Более того, я вам скажу, у одной второй и одной девятой, там, знаете, какой будет общий знаменатель? 18, да, у трех, кстати, тоже. Так вот, 17 на 18 тоже никак не делится. Как решить эту задачу, чтобы, значит, выполнить завещание отца, крестьянина этого, который, судя по всему, считать не умел, и либо, либо, либо одна лошадь от него сдохла, да? Когда он писал, что решение было 19, а теперь осталось 17, да? И как быть сыновьям? Вот, задача такая. Ну, на самом деле, можно сейчас ставить на паузу, никакой ошибки тут нет. Действительно, 17 лошадей можно поделить вот в таком соотношении. Задача, скажем так, наверное, непростая для взрослого человека, да? Но ребенку вполне под силу. Так что ставим на паузу и думаем. А для тех, кто уже решил, да? Поставил на паузу, быстренько решил и включил дальше. Я рассказываю ответ, чтобы можно было себя проверить, конечно же. Давайте мы с вами прибавим сюда одну лошадь. Что у нас получится? 18? Ой, пишу, да? О, пишу быстрее. Думаю быстрее, чем пишу. 18. 18-то у нас теперь делится, да? Половина от 18-ти сколько будет? 9. А одна треть от 18-ти сколько будет? 6. Одна девятая от 18-ти это будет 2. Значит, старшему 9 лошадей, среднему 6, а младшему 2. Парадокс, знаете в чем? Считаем, что 9 плюс 6 плюс 2 равняет 17. Как так? Да? Ну, посчитайте. 9 плюс 6. Можете там спички взять, балочки. 9 плюс 6 это 15. 15 плюс 2 это 17. Все, окей. Более того, я вам скажу, что если мы сейчас посчитаем соотношение, да? Давайте, давайте посчитаем, да? То есть, вот у старшего должна быть 1 вторая, а у среднего 1 треть. Вот давайте напишем 1 вторая к 1 третьей, да? То есть, это отношение лошадей у старшего к лошадям у среднего. Что у нас, значит, получится? А тут вот 9 получается, да? 6. Ну, мы, собственно, значит, как мы 1 вторая, если мы поделим на 1 третью, что мы получим? Получим 3 вторых, так? А тут, если мы 9 шестых сократим, значит, да? На 3, что мы получим? 3 вторых. Опять получается 3 вторых. Да? 3 вторых равно 3 вторых. Значит, это соотношение выполнено. Ну, давайте попробуем взять, значит, соотношение 1 к 2. У первого должно быть 1 вторая, у младшего 1 девятая, так? Это у нас, значит, будет 9 к 2, правильно? Так, ну и, соответственно, тут мы сейчас вообще увидим, даже не придется ничего сокращать. Потому что 1 вторая, может, кто забыл, 1 вторая делить на 1 девятую, мы тут, значит, меняем деление на умножение, получаем 1 вторая умножить на 9 первых и получаем 9 вторых. Ну, мало ли, вдруг кто забыл, как мы делим дроби, сейчас вообще ничего не понимает. Так вот, вот эта вот штука равняется вот этой штуке. Ну, а тут, как было 9 вторых, так и остается. Опять получаем 9 вторых равно 9 вторых. Ну, как так? Что за волшебство? Ну, на самом деле, если вы проверите отношение среднего сына к младшему, тоже увидите, что все в порядке. Как так? Так, фокус 17 не делится на 18, да, и вообще невозможно поделить это как 1 вторая, 1 третья и 1 девятая, но надо же, добавили 1 лошадь и все получилось. Да? Вроде добавили 1 лошадь, а тут получилось все равно 17. То есть никому, никто не должен лошадь. Здорово, да? Вот так бывают такие вот задачки, фокусы математические. Сейчас вот сядьте, смиритесь с этим, еще раз проанализируйте и дайте какому-то своему знакомому или ребенку. Поспорьте с ним, а вот решишь, вот такая вот задачка, вот смотри-ка, как вот, да? А я могу, я тебе сейчас фокус покажу. Все, ставим лайк, подписываемся на канал, ждем следующих видео с нетерпением. Ставим лайки, пишем комментарии. В общем, подкидывайте, кстати, интересные задачки, если у вас есть. Ну, классно же, разберем их вместе, посмотрим, станем умнее.